недавно вконтакте один из наших коллег прислал мне сообщение он написал что желает купить трехдюймовую колонну но у него куб с выходом на клан 2 можно ли их состыковать приветствую вас брать самогонщики и действительно это актуальная проблема для всех дело в том что купить трехдюймовую колонну нет никаких проблем а вот найти куб с выходом на клан ты это еще та задача и я с ней столкнулся лично все производители делают выход на клан 2 и только переговорив лично с производителем можно как-то попросить его поставить вам клан 3 и вот сегодня я буду исследовать эту интересную тему что будет если на куб с выходом клан 2 поставить трехдюймовую колонну для моего эксперимента есть у меня 20 литров спирта сырца сами понимаете что 20 литров для большого папы это только по усам размазать и сегодня он отправляется отдыхать а место большого папы займет вот этот красавчик автоклав в его объем целых 45 литров я думаю что самогонщики которые имеют вот этот автоклав они по достоинству оценили его в качестве перегонного куба если же вы не самогонщик и у вас есть вот этот автоклав вейн запомните у вас уже есть половина самогонного аппарата и сейчас давайте кратенько расскажу все достоинства вот этого перегонного куба первое на что хотелось бы обратить внимание это конечно объем куба и как я уже сказал он 45 литров как видите имеется порт для тена это 2 дюймовая кламповое соединение из приборов аналоговый термометр и манометр крышка куба и вот здесь с автоклавом вейн уже конечно ни один перегонный куб не сможет потягаться о чем я говорю крышка сделана из очень такого толстого металла она конусная и любая колонна даже такая как 3 дюймовый геракл на ней стоять будет просто мертво не шевелясь на крышке установлен сбросной клапан и заливной кран в режиме автоклава этот кран конечно выполняют иную функцию но вот если использовать автоклав вейн в режиме перегонного куба то это устройство крайне полезно то есть можно не снимая колонну с куба а заливать в куб либо брагу либо спиртцерез то есть вы занимаетесь перегонкой браги отогнали слили борду не снимая ничего не разбирая заливаете через этот кран новую порцию и точно так же со спиртом сверцом сливной кран как вы видите тоже имеется без него настоящему перегонному кубу никак не обойтись естественно кубу понадобится нагрев буду использовать тент четыре с половиной киловатта и будет он работать конечно от регулятора мощности рм 2м ставлю темп заливаю спиртцерез устанавливаю прокладку на нее в голову зажимаю все это немного поджимаю хомут спецключен ну и теперь вопрос как состыковать трехдюймового геракла с двухдюймовым вейном ответ простой вот он тройник а за него конечно спасибо алексею сусалеву шоу он в комплекте с гераклом остается только пристыковать геракла квейну как видите геракл у меня уже снаряжен и рвется в бой все затягиваю хомут стыковка прошла удачно осталось только выровнять колонну колонну я полностью собрал сверху установил дефлегматор в роли дефлегматора у меня как обычно выступает демрот подключил уже воду и можно начинать испытания кстати в чем суть испытаний а суть испытаний будет сводиться к следующему дело в том что когда я устанавливаю геракла на большого папу геракла 3 дюйма на большом папе выход 3 дюйма все состыковывается один в один при этом подаваемая мощность 300 а сейчас же как вы видите на вейне выход 2 на геракле 3 и вот мне интересно смогу ли я эти три киловатта подавать геракла или нет включаю куб на разогрев и сразу же по максимуму 4 с половиной киловатта так но ответе 4 300 примерно подается есть обычная просадка напряжения как обычно установил термоконтроллер для контроля над верхней точкой демрота это позволит избежать спиртовой бани в случае чего в кубе 23 литра спирта сырца спирт должностью 27 я сделал расчет голов нужно отобрать порядка 200 миллилитров буду их отбирать залповым сбросом и в помощь мне будет электроклапан который там стоит и вот этот циклический таймер если кто о нем не видел видео посмотрите у меня есть на канале как его использовать что он из себя представляет и вообще что может подголовье у меня порядка 400 миллилитров и наверное где-то четыре с половиной литра получается ректификата как говорится в процессе уже скорректируем какие-то данные температура в кубе подбирается к 80 и вот сейчас я четыре с половиной киловатта выключу а останется нагрев в три киловатта ну и дальнейшее будем естественно наблюдать в диоптре оставил 370 и для геракла это рабочая мощность ну и сейчас остается только наблюдать за диоптом один наш коллега когда очень ругал меня в комментариях за то что я иногда в своих видео показываю как делаю перегонку спирта сердца спиртуозность которая меньше 30 градусов он не объяснял что там идут такие необратимные процессы и кроме какой-то там дряни и гадости ничего не может получиться то есть если ты перегнал как писал вот все это сразу можно брать и выливать в канализацию смело так что я даже не знаю брать самогонщики решать вам больше 30 меньше 30 и вообще напишите в комментах вы какой спиртуозностью спирт и вес перегоняете обычно все лето возле моего дома коммунальщики ремонтировали теплотрассу и вот знаете после этого с моей холодной водой произошли реальные метаморфозы она стала холодной посмотрите 16 градусов на входе 16 градусов на выходе 57 и 3 и вот мне просто интересно стало замерить расход воды давайте посмотрим за одну минуту набежала 850 миллилитров 51 литр в час расходу дефлегматор в режиме холостого хода колонна работают уже 15 минут и как видите пока никакого захлёба в диоптре нет здесь есть один нюанс дело в том что захлёб всегда начинается в том месте где есть заужение то есть кто работал с режимом эмульгации он знает что такое царга ввода в режим эмульгации и как происходит в этом случае захлёб захлёб в этом случае начинает снизу подниматься подниматься потихонечку вверх то есть возможно здесь уже организовался захлёб и он движется 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 потихонечку вверх и вот чтобы его увидеть нужно чтобы прошло какое-то время пожалуй я дам колонне стабилизироваться в течение часа пускай час она поработает в режиме холостого хода на 3 киловаттах колонна поработал у меня примерно 40 минут и предлагаю заглянуть в диоптр что там видно прямо сейчас можете поставить на паузу и в комментариях написать захлебнулся все-таки геракл или нет давайте это выясним ну я думаю что вам здесь хорошо видно конечно же захлебнулся как я люблю говорить чудес в этом деле не бывает и захлёбу всего лишь понадобилось определенное время чтобы он снизу поднялся по царги и показался в колонне если у вас случился захлеб нужно полностью выключить всю нагрузку и подождать минут 5-10 пока вся флегма опустится вот в моем случае я поступил точно также через десять минут я включу р.м. и выставлю на нем примерно 2100 это рабочая мощность для двух дюймовой колонны и вот на ней геракл будет работать уже без захлеба на 2 100 колонна отработала целый час без всякого захлеба и вот пока шел процесс мы созвонились с алексеем сусалем и он посоветовал мне включить два с половиной киловатта погонять на этой мощности геракла и вот я сейчас включил два с половиной киловатта давайте часочек понаблюдаем что же будет целый час колонна отработала на 2 500 и я решил продолжить эксперимент дальше подал 2 700 и давайте посмотрим что будет через час на 2 700 колонна отработала целый час полет нормальный захлеба нет я включил 2 900 давайте посмотрим что будет пока я экспериментировал с проводимой мощностью параллельно конечно же отбирал головы но вот голову уже отобрал давно в полном объеме и сейчас отбираю тело головы я отбирал залпом сбросом при помощи циклического таймера как это все делается посмотрите в моих видео дам на них ссылку в описании колонна отработала стабильно на 2900 без всякого захлеба я включил 3 киловатта на 3 киловаттах колонна работает уже больше чем полтора часа и опять-таки никакого захлеба и вот здесь напрашивается вывод само собой что когда я только начинал свой эксперимент я был сто процентов уверен что вот этот 2 дюймовый выход который есть на крышке вейна будет существенно ограничивать мощность 3 дюймового геракла но как самые вы поняли оказалось все совсем не так дело в том что при подключении 3 дюймового геракла большому папе у которого выход точно также 3 дюйма рабочая мощность геракла составляет примерно 3 киловатта 150 ватт когда я подключил геракла к вейну то я подал 3 киловатта 70 ватт и вот на этой мощности колонна захлебнулась и я сделал поспешные выводы что скорее всего рабочая мощность вот для геракла будет как для 2 дюймовой колонны и поэтому я включил ему положенные 2 киловатта 100 ватт колонна отработала нормально без захлеба после чего как я вам уже говорил мы созвонились с алексеем сусалем посовещались и он мне посоветовал что нужно продолжить испытания начав хотя бы с 2 500 он достоверно мне сказал что один из его клиентов имеет 3 дюймовую колонну работает с выходом на 2 дюйма и все у него прекрасно на 2 500 ничего не захлебывается и действительно как видите я начал повышать 2 500 2 700 2 900 и вот последняя мощность на которой сейчас геракл работает это 3 киловатта 10 ватт то есть вот это рабочая мощность колонны ну вот как вы понимаете если сейчас немножечко увеличить скорее всего захлебнется как видите разница совсем небольшая буквально в 150 ватт и думаю что этим в принципе можно пренебречь когда теория встречается с практикой побеждает всегда конечно же практика мы все находимся в плену заблуждений причем даже не своих а чужих и поэтому брать самогонщики никогда не бойтесь экспериментировать и все лично проверять на своем опыте а пока на этом все как всегда не голов не хвостов не хвостов чтобы не было на сцене всем добра и пока скоро увидимся лайк поставь